Добро пожаловать к нам на канал! Сегодня в выпуске следующие новости. Вчера вечером прошла презентация Nintendo Direct. В ролике расскажем обо всех анонсах. Microsoft объявила о повышении цен на Xbox Series X и подписке Game Pass и Game Pass Ultimate. Авторы аниме-сериала Konosuba раскрыли приблизительные сроки премьеры третьего сезона и многое другое. Портал The Wrap сообщил о планах студии Marvel пропустить предстоящий Комикон. Журналисты ссылаются на проблемы, вызванные продолжающейся забастовкой гильдии сценаристов Америки, чьи пикеты влияют на расписание градущих премьер. Также отмечается, что на мероприятии могут не появиться HBO и Universal по тем же причинам. Сами компании пока никак не прокомментировали заявление. Напомним, Комикон должен пройти с 20 по 23 июля. В Forza Horizon 5 могут добавить автомобили из фильма Барби. Речь идет о специальных версиях Chevrolet Corvette EV 1956 года и Hammer EV Pickup. Их показали в списке машин в самой игре. Пока что приобрести транспорт нельзя, а увидеть действие можно только в гонках, созданных в лаборатории событий. На данный момент о сотрудничестве с авторами картины и о коллаборации не сообщалось. Режиссер Чад Стахелски подтвердил, что фильм John Wick 4 получит режиссерскую версию. Он отметил, что к хронометражу, вышедшей в кинотеатре ленты, будут добавлено еще 10 или 15 минут. Сейчас он составляет 2 часа 49 минут, включая титры. Дата премьеры расширенной версии пока не называется. Напомним, ранее председатель киногруппы Lionsgate Джо Дрейк подтвердил, что в разработке находится пятый фильм. Вчера вечером Nintendo провела новую презентацию Nintendo Direct. В рамках трансляции анонсировали дополнение The Hidden Treasure of Area Zero для Pokemon Scarlet Violet. Оно будет поделено на две части. Первая The Teal Mask выйдет осенью, а вторая The Indigo Disc появится зимой. Продолжение приключенческой игры детектив Pikachu Returns про Pikachu, работающего частным сыщиком. Премьера ожидается 6 октября. Больше подробностей представят позже. Экшен-рогалик от первого лица MidForce, вдохновленный мультфильмами 80-х и 90-х от студии Beamdog, известный по ремастерам Baldur's Gate, Landscape Torment и Neverwinter Nights, релиз до конца года. Ремейк Super Mario RPG, вышедший на SNES в 1996 году. Авторы обещают полностью обновленную современную стилизованную 3D-графику. Запуск 17 ноября. Кооперативную игру о механиках Manic Mechanic в духе серии Overcooked, премьера 13 июля. Второе дополнение для Mario Plus Rabbids Sparks of Hope под названием Last Spark Hunter. По сюжету герой отправится в город музыки. DLC уже доступна в магазине e-shop. Спин-офф серии Dragon Quest, получивший название Dragon Quest Monsters The Dark Prince. Подробностями о нем обещают поделиться позже. Релиз 1 декабря. Penis Big Breakaway, 3D-платформер о приключениях девочки с волшебным мио-йо в сказочном мире. Игра является первым оригинальным проектом от студии и автора Sonic Mania. Выход намечен на начало 2024 года. Новый набор дополнений к Mario Kart 8 Deluxe. Вместе с ним должны добавить 8 трасс и несколько персонажей. Запуск до конца лета. Ремейк экшен-рпг 1998 года Star Ocean The Second Story R. Разработчики обещают задействовать 3D-окружение и пиксельные 2D-модели персонажей. Релиз 2 ноября. WarioWare Moved. Новый сборник Микроиндер из серии WarioWare. Запуск 3 ноября. Super Mario Bros. Wonder. Следующий 2D-проект в серии Super Mario. Согласно представленному геймплею, игроки смогут находить различные предметы и бонусы, меняющие не только окружение, но и самих персонажей. Заявлена поддержка локального кооператива на четверых. Релиз 20 октября. Тактическую ролевую Gloom Heaven от студии Twin Seals Interactive. Проект станет интерпретацией знаменитой настольной игры Исаака Чалдреса. Авторы обещают 95 сценариев и событийных миссий, а также эксклюзивную цифровую кампанию Guildmaster, состоящую из более чем 160 заданий. Запуск 18 сентября. Помимо этого, на презентации было объявлено о появлении версии для гибридной консоли Nintendo Switch 2.5D-платформера Sonic Superstars, премьера осенью. Условно-бесплатные фэнтезиемы MMO Palia на данный момент доступны только на ПК. Switch-версия появится в конце года. Тактического спин-оффа Persona 5 с подзаголовком Тактика. Он станет доступен 17 ноября. В всей трилогии экшен-игр о Бэтмене от Rocksteady, куда входят Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight. Релиз осенью. Экшен-РПГ Silent Hope от Exit Games с элементами Ruglite и менеджером там базы. Выход 3 октября. Симулятора фирмы с элементами РПГ FaeFarm. Даты пока нет. Сборника Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Премьера запланирована на 24 октября. 2D-экшена Vampire Survivors. Он появится на Nintendo Switch 17 августа и получит поддержку локального кооператива на четверых. И многопользовательский ритм игры Headbangers Rhythm Royale. Запуск 31 октября. Еще на стриме показали новый трейлер Pikmin 4, продемонстрировав различные локации, сбор сокровищ для починки корабля, а также похожего на пса существа Аачи. Релиз запланирован на 21 июля. И представили фигурки Амииба, принцессы Зельды и Ганандорфа для The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. В продаже в конце года. Microsoft сообщили о повышении цен на Xbox Series X, а также подписки Game Pass и Game Pass Ultimate. Так, консоль подорожает с 1 августа в Великобритании, большинстве стран Европы, Канаде и Австралии. Изменения не коснутся США, Японии, Чили, Бразилии и Колумбии. А цена на подписку изменится с 6 июля для новых покупателей и с 13 августа для текущих владельцев в США, Аргентине и Турции. Студия анимации Drive назвала приблизительные сроки премьеры третьего сезона аниме-сериала «Этот замечательный мир» или известного как Коносуба. Выход продолжения намечен на 2024 год. Точная дата показа первого эпизода пока не раскрывается. Riot Games представила нового чемпиона для моба League of Legends. Им стало на афире. Вместе с этим был показан специальный кинематографический трейлер. Сроки появления персонажа в игре пока неизвестны. THQ Nordic выложили свежий тизер симулятора рестлинга AEW Fight Forever. В ролике продемонстрировали режим Deathmatch со взрывающейся колючей проволокой. Напомним, премьера запланирована на 29 июня для ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Компания Sega анонсировала новую трансляцию Sonic Central. Согласно официальному заявлению, она должна пройти в пятницу 23 июня в 18 часов по московскому времени. Разработчики обещают короткий обзор предстоящих проектов, коллаборации с партнерами и событий, которые состоятся в текущем году. Создатели Pathfinder Abomination Walls сообщили о достижении и перевыполнении цели по сбору средств в размере 410 тысяч канадских долларов на краудфандинговой платформе Kickstarter. До конца кампании осталось 8 дней. Напомним, игра представляет собой кооперативный ролевой экшен на четверых. По сюжету героям предстоит отправиться в глубины крепости Гэндлайт и уничтожить колдунью по имени Билл Корра. Релиз ожидается на ПК летом 2025 года. В сети появились свежие подробности по фильму «Болотная тварь», входящего в первую волну лент новой вселенной DC. В частности, стало известно, что в качестве режиссера выбрали Джеймса Мэнголда, ранее наботавшего над Росомахой и Логаном. Проект будет снят в жанре ужасов. Однако, согласно данным издания Deadline, должен получить рейтинг PG-13, так как никаких картин с рейтингом 18+, в новой вселенной DC пока не запланировано. Журналист Борис Китт из The Hollywood Reporter сообщил, что спин-офф Человека-паука про Эль Муэрто с исполнителем Бэтбанни в главной роли удалили из расписания будущих премьер компании Sony. Выход ленты в прокат запланирован на 12 января 2024 года. Причины такого изменения неизвестны. Ранее утверждалось, что съемки должны стартовать в августе текущего года. Комментария от самой Sony пока не поступало. Далее календарь событий на завтра, пятницу, 23 июня. Для Mortal Kombat 1 стартует онлайн стресс-тест. Состоится релиз Everdream Valley. В 15 часов по московскому времени пройдет стрим разработчиков Genshin Impact, посвященный обновлению 3.8. А в 18 часов состоится трансляция Sonic Central. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал, а также оставлять лайки и комментарии с вашим мнением по всему услышанному. Также у нас есть ТикТок, где у тебя эти 17 часов по Москве выходят, короткие сводки новостей. И Телеграм, где вы можете ознакомиться со всем нашим контентом, включая подборки скидок на игры для разных платформ, календарь событий на каждый день и периодические короткие обзоры на игры, фильмы и сериалы. Ссылки на оба с общества в описании под каждым видео. Там же ссылки на нашей странице Boosty International Arts для помощи в существовании канала. Большое спасибо и до новых встреч!